это итоговое тестирование у нас с вами 24 мая в личном кабинете сдо там есть раздел тестирования по моему зайдете туда там будет тест вы его открываете и проходите по моему 35 вопросов на каждый вопрос дается две минуты успешно проходим если отвечаем более чем на 50 процентов вопросов все вопросы которые там есть я вам давал в лекциях я их озвучивал конечно же вы их можете найти в презентациях ответы на вопросы и конечно же вы можете найти это в федеральной программе в документах нормативных к таких как санпин и так далее поэтому сдать тест я думаю это не проблема так что готовимся ну а сегодня по вашей просьбе лекция посвящена конспекту как я его пишу я рассказываю какие-то определенные нюансы по написанию конспекта и конечно же отвечу на все ваши вопросы по теме конспект по физическому развитию для детей дошкольного возраста ну что давайте посмотрим конспект и я буду его показывать и рассказывать дальше жду ваших вопросов поехали прежде чем мы один конспект разберем сразу скажу что я в своей работе детском саду работая я использовал несколько форм занятий то есть я разделял занятие на определенные так называемые формы но многие это делают потому что это удобно при планировании это удобно при понимании того как можно разнообразить занятия для детей дошкольного возраста первая самая стандартная форма это классическая которая я называю физкультурно оздоровительного характера где мы идем по классической схеме в которой есть три части вводная часть основная часть и заключительная часть вводной части у нас как всегда это приветствие это проверка самочувствия это подведение детей к тому чем будем заниматься в разной форме ну и конечно же какие-то упражнения в ходьбе в каком-то небольшом разминочном беге возможно какие-то строевые упражнения дальше в основную часть у нас входят общеразвивающие упражнения с предметами без предметов неважно дальше основная гимнастика с основными движениями подвижная игра ну и в заключать заключительной части если все таки игра была достаточно интенсивная то нужно восстановить дыхание или сделать какую-то ходьбу малоподвижную игру дыхательные упражнения можно провести релаксацию ну и конечно же подведение итогов или как это по умному говорят провести рефлексию вторая форма это сюжетное занятие с точки зрения дошкольников сюжетные занятия очень интересные почему потому что когда вы делаете занятия по какому-то сюжету по сказке там или по какой-то истории то в принципе здесь можно выходить разными такими интересными задумками например уже в водной части в водной части дать детям ну например как как какой-то подводящую историю с игровым каким-то стрейчингом где можно показывая своим телом опять подвести детей к тому чем будем заниматься сегодня в основной части у нас могут быть любые двигательные задания которые именно должны быть построены на этом сюжете который мы взяли с вами ну и в конце это опять же будет у нас какая-то игра может быть это может быть по сюжету мы выходим на какой-то результат мы можем восстановить у детей дыхание если это были какие-то очень интенсивные двигательные задания и в конечном итоге подойти на какой-то конкретный результат например добраться до какого-то места вместе с персонажами которыми мы шли третья форма это игровое вот игровая форма для меня очень спасала меня на занятиях на улице дело в том что когда у вас есть какие-то шикарные площадки тренировочные там да когда у вас нету и когда у вас принципе там какая-то лужайка и там какой-нибудь есть небольшой там лабиринтик или еще что то понятное дело что на этих площадках чтобы провести полноценные занятия с обучением и так далее будет сложно поэтому вот на улице очень хорошо использовать спортивные упражнения и очень хорошо использовать спортивные игры то есть играть во что-то подвижные игры в спортивные игры спортивные упражнения поэтому все строится на том чтобы на улице дети вышли вы с детьми начали играть в каких-то небольших таких игр потом перейти к более интенсивным подвижным играм и дальше уже опять в конце возможно сыграть с ними в малоподвижную игру следующее это тематическое занятие здесь тема подразумевает что занятие может посвящено быть какой-то определенной теме очень хорошо когда это вы на говорите например о видах спорта например у нас сегодня занятие тематическое до лыжная подготовка или например сегодня у нас плавание вот это занятие будет по теме плавание и мы пойдем с вами в бассейн дальше идет очень интересная форма которую я назвал комплексное занятие знаете когда это занятие используется очень часто это занятие используют когда пытаются выйти на какой-то конкурс или аттестация и тогда инструктор начинает садиться писать конспект таким образом чтобы как-то связать свою деятельность на этом занятии с другими образовательными областями вклиниться туда с каким там рисунком чтобы художественно эстетическое показать или сделать какую-то танцевальную композицию в начале где как бы раз разминка будет под музыку там или же там еще что добавить ну то есть использовать другие образовательные области чтобы показать что я работаю вот в комплексе но этого это мы делаем и так но почему нам практически всех занятиях но вот как-то ярко тогда вычерпана это видно когда идет аттестация или какой-нибудь конкурсное занятие дальше занятие классическое на воздухе здесь мы если я провожу занятия на улице на воздухе то это конечно же будет занятие с большим содержанием движений то есть здесь практически мы не стоим не объясняем мы с детьми стараемся уже конкретно заниматься определенными двигательными действиями в основном это двигательные действия либо спортивных упражнений либо спортивные игры и здесь мы двигаемся очень много ну и контрольная форма это когда мы проводим с вами педагогическая педагогическую диагностику то здесь это в начале в конце года берем по две недельки где нам приходится все таки из классических занятий переходить в например хочу тестовые задания выполнить поэтому здесь я не могу сразу все чтобы дети выполнили тесты поэтому мы проводим тестирование вместе с воспитателем воспитатель в этот момент например играет с детьми а я провожу там тестирование с двумя ребенка детьми потом мы меняем детей так в течение определенного времени занятия которое у нас идет мы проводим тестирование со всей группы ну а теперь перейдем с вами к непосредственно к тому как я пишу конспект и объясню каждую строчку каждую строчку который будет написано почему я именно это делаю то есть конспект который пишу я он полностью взаимосвязан у него нет просто никакой какой-то строчки которая была бы нелогично не взаимосвязана каждая строчка имеет место быть и каждая строчка что-то поясняет и так начнем с первого первая строчка смотрите название конспект занятия по физическому развитию в подготовительной группе эта строчка говорит мне о том что точно это занятие по физическому развитию образовательной области подготовительная группа говорит мне что это возраст детей 6-7 лет что в этой группе занятия по сампину идет 30 минут и я это уже из этой строчки вижу дальше как вы видите я вставляю количество детей на данный момент я знаю что сегодня придет 23 человека у меня 17 девочек и 6 мальчиков эта информация мне нужна для того чтобы первое распределить инвентарь и оборудование которое мне будет необходимо ну и конечно же я могу определить способы организации на занятии детей исходя вот из этого списка дальше у меня идет смотрите май третья неделя занятия номер такое то то есть все мои занятия я никогда не пишу что с датами будем так конкретными датами никогда не пишу все занятия моих все конспекты расписаны таким образом что у меня есть месяц у меня есть неделя и у меня есть занятия на этой неделе ну например я могу писать это занятия там например если у меня 3 неделя то это занятие на это будет уже либо повторяю либо там три занятия было там то То есть это будет либо седьмое, либо восьмое, либо девятое занятие. Либо я иду сквозным номером, и у меня будут уже сквозняком идти номера занятий, и я попадаю на этот номер занятий. Почему это хорошо? Дело в том, что мне не нужно будет ежегодно этот календарь менять. Здесь еще четко написано, что в мае на третьей неделе у меня третье, четвертое или пятое занятие, и все четко идет. Дальше идут задачи. Сразу скажу, что вот эти задачи, которые вы сейчас видите, я уже взял их из федеральной образовательной программы. Этот конспект я писал буквально сегодня, часа два назад, поэтому вы сейчас увидите, что сразу используя федеральную программу, я использую и вот это новшество, которое у нас есть. Итак, образовательные, развивающие, обучающие. То есть вы можете найти в разных источниках вот такую формулировку, как образовательные, развивающие и обучающие. В принципе, если, как говорится, с точки зрения того, что как правильно пишется, вот уверяю вас, все три варианта будут подходить и никаких вопросов. Конечно, у кого-то может там теоретиков возникнуть, что вот как-то не так. Ну, для меня, как инструктора, все три названия одинаковые. Итак, какие мы на этом занятии ставим задачи. Первое, хочу уточнить, что я эти задачи ставлю очень конкретные, очень небольшие, как минимум для того, чтобы конкретно из этого занятия вытащить то, что я могу сделать. Я не пишу здесь никаких общих задач вообще. Это чисто задачи конкретно по занятию. Смотрите, обогащение двигательного опыта детей с помощью упражнений основной гимнастики, строевых упражнений. Вы сейчас увидите, что у меня там два есть упражнения основной гимнастики и будут строевые упражнения. Дальше. Развиваю умение технично, точно, осознанно, рационально и выразительно выполнять. Подбрасывание мяча и прыжки. Вот они наши основные упражнения основной гимнастики. Дальше. Развиваю психофизические качества. Ловкость, координация. Развиваю глазомер, мелкую моторику. Дальше идут оздоровительные. Все опять из федеральной программы. Нашел там в каждой возрастной группе эти задачи есть, только они написаны в общем. Я просто вытащил то, что меня интересует. Укреплять здоровье ребенка, опорно-двигательный аппарат, формировать правильную осанку, повышать иммунитет средствами физического воспитания. То есть на этом занятии я реально буду укреплять здоровье ребенка, буду укреплять опорно-двигательный аппарат, буду формировать правильную осанку. И если ребенок занимается со мной постоянно и систематично, то, конечно же, и иммунитет ребенка будет повышаться. Воспитательные задачи. Как вы помните, на воспитательные задачи у нас сейчас накладывается все больше и больше требований. Но, опять же, когда я говорю про простые занятия, то здесь нужно подобрать то, что я могу реально здесь сделать. Например, воспитываю стремление соблюдать правила в подвижной игре. Вот в данном случае я здесь не могу сказать, что я какие-то еще воспитательные задачи могу поставить. Конечно, можно просто написать, но потом, когда вы будете делать анализ занятий, вы поймете, что вы эту задачу, которую вы там написали, большую, вы ее не смогли. Вы не увидели здесь цель. Сразу объясню почему. Дело в том, что цель вообще общая наша, да, это, помните, всестороннее развитие на основе индивидуальных психологических особенностей детей и с дополнением о воспитании детей гражданина, нравственно-волевых семейных традициях, патриота и так далее. Это в общем, правильно, цель. Для нас же цель, в принципе, единая. Она идет из общей задачи. Это охрана и укрепление физического, психического здоровья и эмоционального благополучия. Каждый раз писать в конспекте эту цель общую, которая достигается только в комплексе, на этой, в принципе, на этом занятии мы можем вообще цель писать везде. Цель подвижной игры, цель комплекса общеразвивающих упражнений. Цель, они все будут, в принципе, повторяться. Поэтому я цель не пишу здесь, а пишу только задачи. Дальше, посмотрите, идет место проведения. Место проведения говорит о том, что я провожу в спортивном зале. Могу проводить в бассейне, могу проводить на стадионе, могу проводить по сетевому договору, ну, например, там, в ледовой арене, которая рядом с нами, и мы заключили договор. Могу проводить в группе, могу проводить в фойе, могу проводить в музыкальном зале. То есть место указываем обязательно. Дальше метод, способ организации детей. Это чистая информация, но, в принципе, она мне нужна, чтобы я понимал, каким способом я организую этих детей. Вот я использую фронтальный здесь и групповой. То есть у меня есть две группы, которые будут работать. Время всегда пишем. Правильно. Почему? Потому что, как вы помните по СанПИНу, в старшей группе, в старшей группе у нас есть норма. Два занятия может быть в первую половину дня, и третье занятие может быть в старшей группе, но только во вторую половину. То есть три занятия в первой половине дня в старшей группе проводить нельзя. Отсюда здесь мы все равно как бы акцентируем внимание, что в этой группе подготовительной. У нас занятия три раза, и три занятия проводятся в первой половине. И здесь мы это указываем. Следующий пункт, очень важный для меня, я не знаю, как для вас, но я его просто, когда студентам читаю, я за этот пункт просто ругаю очень сильно, очень сильно трепещу на нем, потому что это очень важный пункт физкультурное оборудование и инвентарь. Как правильно вы подготовите его, как правильно вы его расставите, вы тем самым сокращаете время на организацию, первое, раздачи этого инвентаря, второе, уборки этого инвентаря, это же все время. Поэтому вы настолько должны хорошо понимать, где вы поставите корзину с мечами, где вы поставите, положить нужно вам веревку, и кроме этого это вам не должно мешать. Это должно быть четко, быстро убрать, поставить и так далее. И здесь, конечно же, нужно писать не только название, но и количество. Вы помните, что у меня было 23 ребенка по списочку, поэтому я пишу, что мне нужны теннисные мячи на каждого ребенка, то есть 23 мяча. Мне нужна будет монтажная лента, самоклеющаяся 50 метров, ширина 5 сантиметров. Из этой ленты я сделаю классики на полу. Классики у меня будут, три дорожки классиков будет, чтобы сразу три ребенка могли прыгать. Далее мне нужна будет длинная веревка диаметром 10 миллиметров и длиной 8 метров для подвижной игры. Ну и для подвижной игры мне нужна будет шапочка цапли. Это уже пособие. Пособие, как вы помните, я говорил о том, что мы пишем тогда, когда нам это нужно. Здесь еще могло быть ТСО, техническое средство обучения, если оно мне нужно было на занятии. То есть это музыкальный центр, это возможно там электропианино какое-нибудь, это может быть проектор и так далее. Мне здесь ничего не нужно, поэтому я это не пишу. Теперь перейдем к самой табличке, которой я говорил, что для меня это самый оптимальный вариант и самый простой. Кто-то скажет, что сценарий более удобно, но мне вот здесь удобно. Итак, давайте перейдем. У меня четыре колонки. Первая – это структурная часть занятия. Вторая – это сам ход занятия. Третья – это дозировка, в которой я пишу либо время, либо количество повторов. И самое сложное, самое нелюбимое инструкторами – это организационно-методические рекомендации. Потому что почему-то их все не хотят писать, потому что либо не понимают, что нужно там написать, либо просто думают, ну у меня есть ход занятия, все понятно. Итак, начнем. Водная часть. Вы можете найти такие варианты, что, ну, просто вводная часть, а можете найти, когда кто-то аттестуется там, или кто-то что-то хочет показать, что он такой продвинутый, то мотивационный или эмоционально стимулирующий аспект. Вот так вводную часть можно найти. Я много вариантов видел, но я пишу всегда вводная часть и достаточно. Здесь вам указал, что может быть и вот такое. Итак, смотрите, у меня дети, то есть вообще в принципе, да, любой физкультурный зал, любой физкультурный зал имеет два входа. Первый – основной вход, и второй вход – это запасной, или выход запасной, будем так называть. Сейчас по Сан-Пину в новых садах все физкультурные залы по метражу должны быть не менее 75 квадратных метров. У нас всегда в детском саду в основном есть, значит, боковая стена, где у нас шведская стенка. Дальше идет большая длинная такая стена свободная, где у нас двери вот эти входные-выходные. Ну и третья длинная стена – это окна. И еще есть одна тоже боковая стена. То есть в основном всегда физкультурный зал прямоугольной формы. Дети входят в зал. У меня есть минимальная разметка. Это полосы, которые обозначают периметр, да, который находится метр от стены. У меня есть точки, которые показывают, где у меня дети могут стоять во время общеразвивающих упражнений. У меня есть маркеры, где я могу поставить, чтобы дети ориентировались на построение в движении и так далее. То есть вот в данном случае дети у меня заходят и всегда строятся у меня дети по длинной стороне. Не по короткой боковой, а по длинной стороне. Где они могут становиться? Сразу же зайдя и вот возле этой стены либо пройти и стать на длинной линии, где у меня сзади будет у них окно. Никакой разницы нет. Уверяю вас, нигде вы не найдете, где. Но то, что они становятся подлинные, объясню почему. У меня 23 человека. Следовательно, по короткой стороне они просто не поместятся. Они выйдут в дверь туда, куда-нибудь, да. Поэтому, когда я знаю, что у меня детей много, то понятное дело, что я буду их выстраивать по длинной стороне зала. У меня, так как есть разметка, они выстраиваются, конечно же, уже знают, что надо построиться по линии. Не наступая линию, поставить носки и построиться. Я в этот раз сказал, что строимся следующим образом. Девчонки по росту строятся первыми, дальше строятся мальчишки по росту. И я вот это построение всегда меняю. Я ставлю мальчишек первыми, потом девчонок, потом меняю. Сначала у меня строится самый низкий, потом к высокому или сначала высокий. Я вот это все стараюсь менять постоянно, чтобы у детей, чтобы они понимали, что построения могут быть разные. Дальше идет классическое приветствие. И я, конечно же, всегда обращаю внимание на самочувствие. Спрашиваю, если я вижу визуально, что у ребенка там сопли до колен, понятное дело, что в этот момент я должен понимать, что этому ребенку будет сейчас неудобно заниматься. И вот здесь, конечно же, если ребенок по самочувствию не готов, лучше, чтобы он не занимался, чтобы не было нанести вред ему. На все это вот построение, приветствие, вирзуальная проверка. Дальше подвожу детей к тому, чем мы будем заниматься. Для этого делаю сейчас вот для вас простую совсем вещь. Это загадываю загадку про мяч. Дети ее отгадывают, конечно же. И при этом я могу сразу сказать, смотрите, в организационно-методических рекомендациях я пишу себе. Познавательная область развития познавательная, потому что я с детьми сейчас вспомнил загадку, и они отгадали эту загадку. Я показываю мяч, который мы будем использовать, спрашиваю его размер, цвет, из чего он сделан. То есть все вот это буквально за одну минуту я могу все это сделать. Дальше идет наша любимая, просто неповторимая, это ходьба в начале, в обход по залу и, конечно же, небольшой бег в медленном или среднем темпе. Для этого нужно детей развернуть, чтобы они двигались в обход по залу. Я всегда, объясняя студентам, слушателям, говорю, что я делаю поворот направо, и дети идут у меня всегда против часовой стрелки и бегут против часовой стрелки. Почему? Да потому что принято в мире, так как людей, которые у нас, будем так говорить, правши их больше, то когда они бегут и делают поворот на вираже, то правая нога, так как она у них является ведущая, то этой ногой они при повороте более стабильно могут устойчивое положение удержать своего тела, нежели если вы бежите по часовой стрелке и на повороте пытаетесь повернуть. Поэтому вы увидите, что на всех стадионах, на всех соревнованиях легкой атлетики, везде у нас все спортсмены двигаются против часовой стрелки. Итак, дети пошли. Как только дети начинают двигаться, сразу же воспитатель и инструктор становятся в углы зала, чтобы дети двигались перед ними и мы всегда их видели, то, что они делают, всех детей. Это нужно для того, чтобы вы контролировали действия детей и могли исправить в любой момент ситуацию, которая происходит. Это правило работает всегда и везде, не только на физкультурном занятии. Если воспитатель находится в группе, вы видели всегда, что вот этот стол, который у него маленький там есть, он всегда ставится в то место, чтобы если он сел за этот стол, он будет видеть всех детей. Этот стол не ставится в середине, правильно, группы. Он не ставится где-то прям по центру там где-то, а именно ставится куда-то в угол. Поэтому это правило работает и на улице. Когда вы ходите с детьми гулять, вы должны занять опять такую позицию, чтобы всегда видеть всех детей. Итак, дети начинают двигаться, они идут на носках, наша любимая, руки в стороны, мяч в правой руке. Дальше идут на пятках, руки за спиной, мяч уже в левой руке. Идут обычным шагом. Это все у нас длится одна минута. Дальше идет бег, бег в среднем темпе. Передаем мяч во время бега из одной руки в другую. Дальше дается команда бег в рассыпную. И во время бега в рассыпную дети останавливаясь, меняются друг с другом мячами. Потом они бегут в колонне, опять по сигналу в колонне по одному. Должны быстро найти свое место и мяч передать уже в правую руку. Дальше идет команда, как только мы видим, что дети уже бегут опять в колонну. Шагом марш. Дальше идет дыхательное упражнение. Руки через стороны вверх. Вдох. Вдох мы делаем на руки через стороны вверх. Потому что когда мы поднимаем руки, грудная клетка у нас немножечко расширяется. В этот момент можно сделать вдох. Дальше наверху передать мяч. И опуская руки, мы делаем выдох. Понятное дело, что мы стараемся научить детей делать вдох через нос, а выдох делать через рот. Это классический вариант. Хотя дыхательных методик достаточно много. Но здесь я представляю самый простой вариант. После того, как мы прошли немножечко шагом, дальше идет, зная разметку зала, зная систему гимнастики 1940 года, как зал у нас делится на нижнюю середину, верхнюю середину, на левый нижний угол, правый нижний угол, левый верхний, правый верхний, как есть центр. То есть вот это все, если вы знаете, и учите детей с маркерами эту схему, то дальше мы просто делаем перестроение в три колонны тройками через нижнюю середину по тем маркерам, которые у нас есть. И здесь мы должны обязательно использовать так называемую разметку зала. Когда дети перестроились в три колонны, вы, как инструктор, становитесь к ним лицом. Это фронтально, они перед вами будут. Воспитатель в этот момент занимает позицию. Во-первых, он знает, какой ребенок у него делает очень хорошо, он к нему может даже не подойти. Те дети, у которых есть проблемы или те дети, которые он понимает, что могут что-то сделать не так, он контролирует этих детей и пытается помочь им делать упражнения правильно, технично. Помните? И так далее. Я же в этот момент выступаю в роли того, кто показывает и объясняет упражнения. Мы с вами говорили, что у нас в федеральной образовательной программе правила упражнения делаются сверху вниз. И здесь мы говорили еще о том, что сколько же упражнений нужно взять для общеразвивающих упражнений. Сколько повторов должно быть. Мы тоже об этом говорили. Сейчас еще раз напомню. Итак, у меня комплекс номер 4. Это картотека общеразвивающих упражнений с теннисным мячом. Первые два упражнения у меня будут упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц рук и плечевого пояса. Я каждое упражнение буду повторять 8 раз. Делаю я четное количество раз, так как у меня есть правая сторона и левая сторона. 8 раз я делаю, потому что это количество повторов, которое позволяет мне выполнить упражнения в течение 30 секунд. А это время как раз дается на то, чтобы мышца как раз пришла в то состояние, когда еще ионы водорода не заполнили и не стали преобладать. И у вас не появилось у детей, у маленьких детей не появилась боль в мышцах. Поэтому либо мы выполняем 30 секунд упражнения, либо 8 раз. Если это будет сложное какое-то упражнение, то можно повторить его 6 раз. С объяснением и с показом и выполнением каждое упражнение будет выполняться одну где-то минуту. Следовательно, я на общеразвивающее упражнение отвожу 6 минут. Итак, упражнение первое. Второе – это упражнение для кистей рук, развития и укрепления мышц рук и плечевого пояса. Напоминаю, что воспитатель в этот момент исправляет неправильные позы. Далее, третье, четвертое упражнение у нас идет. Упражнение для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Забыл сказать, что у нас, если говорим про первую группу упражнений, то там у нас с вами это вращение, отведение, наклоны, махи и так далее. Если говорить про вторую группу, то здесь у нас будут с вами наклоны туловища, скручивания какие-то в позвоночнике и так далее. И везде, как вы видите, мы выполняем по 8 раз. Кроме того, почему 8 раз или почему подчетное число. Если мы хотим упражнение под музыку делать, то там как раз идет так называемый музыкальный квадрат на 8 щитов. И следовательно, любое упражнение можно подстроить на 8 щитов и выполнить его именно в таком ракурсе. Дальше. Здесь же в организационных блоке мы пишем, на что воспитатель и инструктор обращают внимание по технике выполнения. Потому что если вы не обращаете на технику и дети делают неправильно, это плохо. Поэтому вы в организационно-методических рекомендациях пишите, например, вот здесь у меня есть упражнение, где мы делаем наклоны вниз с прокатыванием мяча от правой к левой ноге. Я здесь самое главное смотрю на что, во-первых, на глубокий наклон вперед к низу, на то, что в этот момент ноги у детей не сгибаются в коленях, чтобы потянуть заднюю поверхность бедра и икроножную мышцу. Следовательно, вот на это я обращаю внимание. Дальше у нас пятое, шестое упражнение. Это упражнение для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса. То есть это все упражнения, которые мы делаем с выпадами, приседаниями, сгибаниями ног, прыжками и так далее. И вот у нас шесть упражнений для общеразвивающих упражнений. Шесть минут. Дальше мне понадобится перестроение детей. А на это идет время, как вы понимаете. Из трех колонн мы перестраиваемся в колонну по одному. Дальше за направляющим двигаемся. И во время вот этого движения у меня девчонки мячи отдают воспитателю, мальчишки мячи оставляют в руке у себя. И у нас получается две группы. Мальчики это отдельно, девчонки отдельно. И мы здесь же делимся с воспитателем сразу на две. И у нас способ организации уже идет группы. Две группы. Мальчишки будут выполнять упражнения согласно федеральной образовательной программе. Это подбрасывание мяча правой рукой без ошибки 10 раз. Я добавляю здесь, смотрите, что мы подбрасываем на высоту уровня глаз. То есть это определенная высота. И ловлю рукой. То же самое нужно сделать будет и левой рукой. Девчонки в этот момент, я как сказал, что я сделал из малярной ленты, так называемые, вот такие классики. На рисунке вы сейчас видите. Я их сделал не одни, а сделал три. То есть у меня сразу три девочки будут прыгать. И следовательно мы увеличиваем за счет этого как минимум количество повторений и качество улучшаем. И моторную плотность увеличим. Мальчишки же занимаются со мной, девчонки занимаются сейчас с воспитателем. Воспитатель будет работать на упражнении классики. Я буду работать на упражнении с мячами. У мальчишек, у каждого мяч, следовательно, у нас здесь тоже появляется момент, что мы можем увеличить количество повторений. И следовательно увеличить как минимум моторную плотность и увеличить качество выполнения. Теперь то, что я говорил, что я иногда, иногда повторяю, меняю упражнения для более продвинутых ребят. И упрощаю для менее продвинутых. Вот здесь есть такие вещи, как дополнительно. Если у меня есть ребенок продвинутый, то я ему усложняю. То есть он подбрасывает правой рукой мяч, успевает сделать хлопок и поймать правой рукой. Если у кого-то не получается, то здесь я наоборот упрощаю. Он подбрасывает правой рукой, ловит двумя руками. То есть здесь можно. Ну, в классике мы здесь ничего не будем дополнительно упрощать или усложнять, потому что это упражнение на первое, конечно же, на координацию. И здесь мы работаем именно строго по этой схеме. Ребята в течение, получается, пяти минут работают в каждой подгруппе. Далее у нас идет одна минута на то, чтобы мы перестроились. То есть девчонки взяли мячи, мальчишки мячи убрали. Девчонки ушли с мячами там, где занимались мальчишки. Мальчишки пошли на классики. Воспитатель мальчишкам опять объяснил, как они должны делать классики. Я объясняю девчонкам, как они должны подбрасывать и ловить мяч. То есть в данном случае, как вы видите, совместная работа инструктора и воспитателя в полном объеме. Когда мы с вами отработали вторые пять минут, дальше мы с вами переходим к подвижной игре. Для этого мы убираем мячи. Дети у нас перестраиваются в шеренгу. И я начинаю с ними беседу. Пока я веду беседу, воспитатель готовит атрибуты для проведения игры. Что здесь я говорю? Ну, я говорю, что мы сегодня будем играть в игру цапля и лягушки. А какие еще подвижные игры вы знаете? Они мне называют названия, которые они помнят. Конечно же, это может быть 10 названий, 20 у того, кто как с детьми много играет и что им нравится. Дальше, конечно же, кого-то я прошу из детей, если игра знакомая, рассказать правила. Если игра не знакомая, и я ее разучиваю с ними, то правила рассказываю я. Далее, все дети, все дети, повторяю, учат разные считалочки. У каждого своя есть любимая. И мы с считалочкой выбираем водящего, цаплю. Дальше идет подвижная игра. Она называется цапля-легушки, лягушки на болоте. Там разные варианты. Поэтому здесь смысл такой. На цаплю мы одеваем шапочку, чтобы ее было видно. Из веревки воспитатель, пока я с детьми разбирался с игрой, сделал круг. Цапля зашла в круг, дети стали вокруг этой веревки. И дальше мы даем одну минуту, когда дети впрыгивают и выпрыгивают. И как вы видите, мы подобрали подвижную игру с прыжками, чтобы закрепить то основное движение, которое сегодня было у детей. А у детей были прыжки в классике. Да, они прыгали разными способами. Одна, одна нога, две, две, одна, две. Прыжок, поворот на 180. Опять две, одна. Да, здесь были комбинированные прыжки. Но мы здесь тоже отрабатываем прыжки. И цапля за одну минуту должна поймать как можно больше лягушат. Здесь воспитатель как минимум обязательно контролирует соблюдение правил. То есть это прыжки на двух ногах и выпрыгивание на двух ногах. Кто-то из нас считает количество лягушек, которых осалила цапля, то есть коснулась. Через минуту мы меняем водящего. Это может быть разный способ. Мы можем взять самого стеснительного. Мы можем взять самого активного, который больше всего впрыгивал. То есть здесь уже не будет считалочкой. Здесь будет уже выбор наш, взрослых. И мы играем еще четыре раза по одной минуте. Итого получается пять минут играем. После того, как мы отыграли эту игру, мы предлагаем детям сыграть в игру, потому что они здесь прыгали, стоят в игру. Не зевай свое место, занимай, чтобы они смогли быстренько найти свое место и построиться в одну шеренгу. Для подведения итогов и красивого слова рефлексия, который инструктора иногда почему-то путают. И мои студенты путают со словом релаксация. Релаксация – это когда вы балдеете и отдыхаете, да, и как бы восстанавливаетесь. А рефлексия – это когда вы умеете анализировать и делать выводы. Так вот, мы рефлексию с детьми делаем следующим образом. Первое, что я всегда делаю, это, конечно же, спрашиваю у детей, чем мы сегодня занимались. И ответы детей, как минимум, что мы сегодня подбрасывали мяч, играли в игру и там что-то еще делали, уже меня радует, что они, придя домой, могут рассказать родителям, чем они занимались на физическом развитии. Дальше, конечно же, я пытаюсь с детьми каким-то образом оценить их действия. Если у меня кто-то из детей сегодня, ну, просто супер отлично что-то делал, я обязательно, повторяю, обязательно это говорю, хвалю ребенка. Но если у меня есть ребенок, который где-то мешал мне, есть такие дети, но он что-то делал, где-то что-то хорошо делал, то сначала я его похвалю, повторяю, это правило, сначала похвалить, потом я его пожурю. Но при этом я ему скажу, что нужно сделать, чтобы это исправить. Например, на прогулке с воспитателем выполнить какие-то упражнения, которые ему не нравились, или он что-то делал не так, и там их повторить. Конечно же, прощание может быть с детьми как традиционное, так и нетрадиционное. Я, например, всегда с детьми делаю разные варианты. Например, при уходе они смотрят в зеркало и показывают свои эмоции. Или, например, они аплодируют перед тем, как уйти себе, что они отлично позанимались. Или выбирают какую-то картинку со смайликом грустным, веселым или задумчивым и так далее. Дети с воспитателем по моей команде, опять идет строевое упражнение направо, в обход по залу, в группу шагом марш. И дети с воспитателем уходят в группу. Вот такая у нас простая схема занятия. По времени, помните, 30 минут. Смотрите, на заключительной части вы видите 3 минуты. Здесь у нас получилось 11 минут на основные виды движений с подвижной игрой, с перестроениями. Дальше у нас, то есть получается, сколько у нас получается? 3 минуты, правильно? Плюс 11 минут. Это 14 минут. Дальше у нас идет 6 и 14, это 20. Здесь у нас 23. И я забыл, что у нас здесь еще 10. А, вот здесь еще 2 минуты на различные вот эти наши орг-вопросы, где мы там убираем, меняемся и так далее. То есть дополнительно идет еще. Итого получается 30 минут. Вот в такой форме, как вы видите. И как вы видите, вот здесь в организационно-методических я пишу, что делает воспитатель, что делаю я, какой способ организации детей, на что я обращаю внимание с точки зрения техники. Это все здесь я вписываю. И не забываю вписывать, когда я раздаю, убираю инвентарь, что это все-таки, да, одно из таких моментов, которые мы всегда забываем. А на это нужно время. Вот таким образом проводятся занятия. Теперь, смотрите, после проведения занятия, при аттестации вас всегда просят сделать самоанализ занятия. Вот алгоритм простой проведения самоанализа. Сейчас мы его пройдем быстренько. Значит, у нас есть определенные сведения в начале, как вы помните, да, это сведения о группе. В какой группе проводилось, помните, там было написано количество детей, возраст. Так? У нас все это было. И состояние здоровья, если это у меня будет группа там с ОВЗ, то, понятно, я должен был это указать. Дальше подготовленность и разработанность занятия. Что мы здесь смотрим? Первое. Наличие конспекта. У нас он есть. Дальше. Правильно и тщательно его разработали. Но здесь видно, что мы здесь обратили внимание на многие вопросы. И я думаю, что правильность и тщательность здесь оценена. Дальше. Подготовка самого помещения и физкультурного инвентаря и оборудования. Вы видели, что четко я сказал, какой у меня зал, как у меня он имеет, какую разметку. Я сказал, что у меня инвентарь согласно количеству там детей. Все-все это есть. Дальше. Наличие и состояние спортивной формы обуви детей и педагогов. Я этот пункт всегда здесь ставлю, потому что для меня, если я работаю инструктором, я всегда работаю с родителями на то, чтобы дети ходили на физкультурные занятия в форме. Но по прошлой лекции, как бы, вы помните, что это необязательное условие. Но если ко мне пришел воспитатель на занятие и будет со мной работать, он тоже должен быть в спортивной форме, потому что это образец. Так же, как и я образец. Если я сам без формы, то непонятно, как я могу заставить детей быть в форме. Дальше. Выполнение санитарно-гигиенических требований. Здесь хочу обратить ваше внимание, что это происходит тогда, когда вы, например, занимаетесь детьми босиком. Или же, когда вы используете, некоторые инструктора используют элементы самомассажа в конце занятия. Хотя вы понимаете, что здесь вы уже и на полу были, и так далее, руки у вас уже грязные, а вы делаете самомассаж. То есть, нужно понимать вот эти санитарно-гигиенические требования на занятия. До занятия это, конечно же, проветривание, это температурный режим, это чистота полов и так далее. Теперь, что касается организации занятия. Очень важно, и мне это сказали именно корифеи такие, что круто, когда вы вовремя начинаете занятие и вовремя его заканчиваете. Не меньше занятия идет, не больше занятия, а именно вы настолько чувствуете вот это время и проводите занятия четко 30 минут в подготовительной группе, это очень говорит о вашем профессионализме. Дальше. Логичность. Правильность методическая. Структуры занятия. То есть, вы ничего не забываете, вы идете строго по структуре и выполняете. Дальше эффективный способ организации детей. Вы сегодня видели фронтальный на занятии, вы видели групповой. Две группы. Мы повысили моторную плотность за счет этого, мы повысили точность выполнения, качество выполнения и так далее. Рациональность использования помещения. Когда я вижу, что у нас на занятии есть очень много предметов, которые мне на занятии не нужны, но так как у вас нет места, куда их убрать, то я считаю, что это нерациональное использование. А если у вас все, что в зале находится сейчас на занятии, вы используете, то это является рациональным использованием. Далее. То, что я вам и говорил. Время, которое вы тратите на раздачу и сбору и уборку физкультурного инвентаря оборудования. Это мобильность и это ограниченное время, а не пол занятия вы пытаетесь там что-то установить. Теперь по задачам, которые мы с вами ставили, мы проводим анализ. Повторяю, если вы поставили задачу и на этом занятии вы ее не решили, то получается, что вы не выполнили задачу свою поставленную. Поэтому не гонитесь за большим количеством задач. Лучше возьмите одну или две задачи, но вы ее обязательно выполните. Тогда у вас будет как минимум. Самое главное в этом, когда вы ставите основную гимнастику задачи, то если ваши дети, те задания, которые вы дали, для этой возрастной категории, выполнили где-то 70% детей, значит, это хорошая степень владения двигательными умениями и навыками группы. Если у вас выполняют только 50%, ну, значит, это такая средняя. А если меньше 50%, то это вообще либо вы неправильно подобрали упражнение, не слишком завысили какие-то требования. Поэтому вот этот момент вы анализируете. Дальше физические качества, которые вы развивали. В данном случае, помните, ловкость, глазомер был и так далее, координация. И если дети, вы видите, что подбрасывают мяч и ловят практически вся группа, все, значит, хорошо. Следующее. Это наши основные принципы. Вы помните, да? Когда ребенок осознает, что он делает, он делает это уже технично, осознанно, выразительно. И вот здесь, и вы видите, что эти упражнения адекватные для этого возраста, что они выполнимы и тому подобное. Дальше. Умение предупреждать ошибки детей, видеть и исправлять их. Это то, что я говорил вам, как вы и где вы должны стоять в тот момент, когда идет занятие. Вы всегда должны стоять таким образом, чтобы видеть всех детей. Даже когда вы страхуете детей на шведской стенке, вы должны стоять боком шведской стенки, чтобы видеть опять детей всех и страховать. Воспитатель в этот момент тоже должен стоять так, чтобы у него перед глазами были все дети. И тогда вы всегда сможете исправить, обеспечить страховку и предугадать эту ошибку. Дальше дозировка темп. Здесь все очень просто. Я вам сказал, сколько по времени мы делаем каждое упражнение в общеразвивающих упражнениях и почему мы это делаем 8 раз, почему мы делаем 30 секунд. Вы можете попробовать любое упражнение, которое вы возьмете, правильно написанное, то вы, в принципе, выполняя его 8 раз, засекаете время и увидите, что вы будете выполнять его где-то около 30 секунд. И неважно, какой это будет возраст, вторая младшая будет или будет средняя и так далее, любое упражнение в количестве 8 раз, оно будет выполняться приблизительно 30 секунд. Следовательно, для малышей мы берем не 8, а 6 раз, чуть-чуть сокращаем время. Дальше. Воспитательные задачи. Ну, в данном случае, как вы помните, у нас была основная задача, это соблюдение правил подвижной игры. Я думаю, что вы понимаете, что в данном случае мы эту задачу выполняли, потому что мы ее контролировали. Если говорить о том, что детям мы развиваем интерес к физической культуре, к занятиям, то, конечно же, в первую очередь это, если ребенок на следующее физкультурное занятие к вам с желанием идет, а у меня за 15 лет работы, не было ни одного случая, чтобы дети сказали, я не хочу идти на физкультуру, потому что мне не нравится там. То есть здесь вот это понимание, интерес к занятиям, он строится, понятное дело, от ваших профессиональных качеств, которые вы показываете, и плюс под тот материал, который вы даете детям. Дальше идет решение оздоровительных задач. Ну, здесь вы понимаете, что если вы все время как бы смотрите за правильностью, точностью выполнения тех заданий и упражнений, которые вы даете, то тогда вы укрепляете, конечно же, систему организма и связок, и суставов, и костной, мышечной, сердечно-сосудистой, нервной системы. То есть здесь все это имеется. Если говорить про развивающий эффект занятия, здесь нужно понимать, что дети выполняют, дети понимают, дети могут сравнивать. Это мы видим, когда они отгадывают загадку, рассказывают о предмете, в конце рассказывают, чем они занимались и так далее. То есть вот здесь мы говорим, что дети развиваются. Если дети активны, если дети где-то самостоятельно уже что-то делают, где-то уже они в игре включают вот эту находчивость, смекалку. Это все видно на самом занятии. Поэтому оценить это очень просто. Если мы говорим про качество выполнения упражнений, но если они уже выполняют выразительно, точно, с минимальным затратом, энергозатрат, то есть вы это тоже видите, то мы тоже можем это оценить. Ну, поведение и самочувствие детей. Здесь мы понимаем, что если вы дадите какую-то супернагрузку, и дети будут все уже такие краснопунцовые, и видите, что они уже, пот у них там идет, понятно, что вы, скорее всего, что-то делаете не так. Если вы видите, что у детей во время занятия, в принципе, нормальное внимание, нерассеянное еще, они активны, они организованы, значит, все неплохо идет, все хорошо. Но как только вы видите, что признак какого-то утомления, то вы должны уже понимать, что что-то не так. Дальше методическая подготовленность, ваше и мастерство, что здесь? Конечно же, это ваш показ. Это как правильно вы объясняете. У нас есть терминология, общепринятая гимнастике, и мы ей пользуемся. Она простая, краткая, доступная. Как вы подаете команды? Ваш голос. Как вы владеете, будем так говорить, контролем за качественным выполнением? Как вы видите самочувствие? Как вы сами владеете культурой речи? Есть ли этот педагогический такт, или вы все время кричите на детей на повышенных тонах и так далее? То есть это все видно, и это сразу бросается в глаза, и даже при анализе своем, или при анализе тех, кто придет к вам на занятия. Ну и характер ведения занятия. Смотрите, нельзя, конечно же, в одном тоне таком все время вести занятия. Вы все время будете менять. Здесь вы повышаете чуть-чуть голос, чтобы дети услышали. Здесь наоборот говорите шепотом, чтобы они тоже услышали, но прислушались к вам. Здесь вы умеренно, здесь вы более настойчиво. Это все ваше мастерство педагога. Ну и дальше вы должны сделать вывод. Так, в этом конспекте, в этом занятии, вот это все четко получилось, это хорошо, вот это у меня не понравилось, не прошло. Значит, нужно в этом конспекте это заменить, или наоборот что-то добавить, или вообще усложнить, или наоборот упростить. Это уже выводы и предложения. Вот как-то так. Вопросы, пожалуйста. По конспекту. Этот конспектик сегодня, который вот сегодня мы разобрали, формы и анализы, и сам конспект, я выставлю в последней теме, и вы сможете, если вам нужно, как бы скачать себе, пожалуйста, можете им тоже пользоваться, как примером. Вопросы, пожалуйста. Не стесняемся, задаем. Все очень понятно. Уже хорошо. Замечательно. Если понятно. Напомню вам про физкультурный зал. Любой физкультурный зал по СанПину имеет определенные требования. Вы их в начале года всегда проверяете, что они у вас есть. И они очень сильно помогают. Вот когда я работаю, они мне очень помогают. Например, я знаю, что у меня должны быть те же на плафонах ограждения, чтобы не разбить с мечами. Или у меня на окнах должны быть сетки. Вот это обязательные условия такие по технике безопасности, которые я всегда неукоснительно соблюдаю. Я мог, знаете, где-то не соблюсти. Ну, например, я сегодня перед занятиями не вытер шведскую стенку и гимнастические маты. Бывает такое, там не успел. Но на следующий день обязательно это сделаю. То есть где-то вот такие вещи. В остальном все, что касается техники безопасности, для меня это критическая точка. И мне все равно. Лучше я занятия не проведу, если у меня что-то там неправильно и так далее. Но я буду проводить только тогда, когда у меня реально все хорошо. Потому что если что-то случится, то вот это никому вы не объясните, что у вас там какие-то были непонятные вещи. Поэтому для меня есть ошибки критические. Это техника безопасности и дети, которым я должен не навредить. Все остальное, как говорится, я неправильно что-то сказал. Или как я вижу в соцсетях кто-то показывает там видео занятия, фрагмент какой-нибудь. И ему сразу пишут методически это неверно, это неверно, это неверно. И я всегда думаю, ребят, почему вы думаете, что то, что вы говорите, что вот это методически верно, а у него неверно. А если он вот по той методике научил ребят так делать, что они делают круче, чем ваши дети. Тогда получается, что в принципе это альтернативная методика, по которой он выполняет. Да, я понимаю, когда мы говорим про терминологию. Почему я говорю про терминологию? Потому что когда мы пользуемся всей единой терминологией и ребенок от меня перейдет в школу, а там я в детском саду делал какую-нибудь такую терминологию, а там он использует стандартную и ребенок будет не понимать. И все. То же самое, как и я говорю, что когда вы объясняете детям что-то и используете какие-то слова непонятные детям, дети что делают? Они не выполняют. Вы начинаете сердиться. Вы что, не понимаете, что я говорю? Ну-ка еще раз объясняйте, повышайте голос. А дети реально не понимают, о чем вы им сказали. Потому что вы сказали какую-то фразу, которая не имеет отношения к терминологии, вы ее перековеркали. Вы хоть когда говорите, вы понимать должны, о чем вы говорите, и чтобы это понимали дети. Это очень важный момент, сразу вам скажу. Так, ну что, давайте посмотрим, теперь вопросы появились какие-то. по форме игровой. Еще раз повторяю, согласно федеральной образовательной программе, Елена, занятие, занятие, это всего лишь форма деятельности с детьми, которую вы делаете, она может быть разная. Поэтому игровая форма подразумевает, что, например, я вышел на улицу с детьми, у меня там физкультурное занятие. И я говорю, ребят, давайте сыграем сейчас вот в такую игру. Ну, первая игра, например, какая-нибудь хоровод, да, и здесь, в принципе, в этом хороводе мы с вами не делаем никаких-то сверхсложных упражнений, но зато мы двигаемся приставным шагом, дальше двигаемся вперед, двигаемся назад, да, вот она вам получается как бы игровая разминка по большому счету. Дальше мы играем какие-то подвижные игры, ну, там, на улице, которые позволяют нам сыграли одну, две игры, три игры сыграли, какая-то игра понравилась, давайте еще сыграем, еще сыграли, в конце играем какую-то малоподвижную игру. Вот такое игровое занятие говорит о том, что разминка как таковая здесь может быть разная. В малоподвижной игре вы можете под музыку сделать эту, под стихи, которые всегда все пользуются, но которые иногда не попадают в правила сверху-вниз. Здесь нужно очень быть внимательным, поэтому здесь с игровой точки зрения занятие игровое, оно и будет игровое. Так, дальше, идем дальше. Если воспитатель работает с подгруппой на занятии, в какое время его подготовить и объяснить задачу предварительно или в самом занятии? Честно говоря, Наталья, вот здесь как раз мы говорим о взаимодействии. Почему взаимодействии? Я говорил уже, что инструктор отвечает за всю физкультурно-оздоровительную работу. Он написал программу эту рабочую на основе федеральной. У него есть для каждой возрастной группы содержание, есть комплексы утренней гимнастики, есть общеразвивающие упражнения, и все это он дает воспитателю обязательно. То есть у каждого воспитателя есть все, что делаю я. Почему? Первое, ну, конечно же, это нереально как бы во многих садах, но все-таки. Не дай бог, конечно, но вы ушли на больничный, и в этот момент воспитатель должен все-таки проводить образовательную деятельность и физкультуру никто не отменял. Хотя еще раз повторяю, большинство воспитателей, когда вы уходите на больничный или в отпуск, говорят, ух, теперь физкультуры не будет, будем ли пить колбаски, это интересней. Поэтому это первое. Второе, если мы говорим, что утренняя гимнастика, комплекс и общеразвивающие упражнения, это одно и то же. Значит, воспитатель с детьми утреннюю гимнастику может проводить, значит, он этот комплекс уже знает. Если мы говорим про основные виды движений, то перед занятием я ему просто объясняю, какое упражнение он будет контролировать. И я же тоже в зале, и если я вижу, что воспитатель где-то чуть-чуть ошибается, я подойду и объясню ему, что вот здесь нужно вот так тихонечко, и он исправит все. То есть, конечно же, перед занятием воспитатель должен знать, что он сегодня занимается классиками. Сегодня он занимается, страхует на шведской стенке. И все, будет нормально тогда. Так, дальше вопросы. Сразу предвосхищаю вопрос. Некоторые инструктора реально не любят, чтобы у них были воспитатели и работают, один он работает. Я тогда всегда говорю, ну, флаг вам в руки, вы работаете один, значит, всю ту нагрузку, которую нужно сделать, вы берете на себя. Или то же самое, когда я говорю, что если нет инструктора, вся нагрузка по физическому развитию идет на воспитателя, и воспитатель ведет эти занятия. В чем здесь разница? Разница только в том, в организации детей. то есть способ организации занятий. Здесь я уже не буду, не смогу разделить в принципе как бы вот так на две подгруппы. Я, возможно, буду делать, что вся группа будет сначала заниматься с мячами, потом вся группа будет заниматься прыжками. Или если мы говорим о занятии, то где-то у меня будет поточный, где я буду страховать, и каждый ребенок будет проходить. Где-то я буду делать, где я могу не страховать, сделать две подгруппы, но я стану так, чтобы видеть и тех, и тех, нигде не нужно страховать. Но я могу контролировать это и исправлять это. То есть здесь просто больше нагрузка будет на самого воспитателя или на инструктора всего-навсего. Конечно, легче работать в паре. Это просто шикарно, потому что реально вы просто увеличиваете и количество повторений у ребят. то есть это будет качество, это будет моторная плотность, это будет дисциплина лучше даже, если так говорить. То есть мы здесь выигрываем во всем. Когда вы один, вы, конечно же, как специалист высокого класса, можете удержать и дисциплину, и внимание, и так далее, но вот снижение качества уверен есть. снижение точности уверен есть, потому что 23 человека проконтролировать одному намного сложнее, чем двум. Так, следующий вопрос идет. Как быть в бассейне, если группу делишь на подгруппы? Воспитатель тоже находится в бассейне. Я просто знаю, что все бассейны в детских садах, они не очень большие. Там всегда в этом бассейне занимается подгруппа максимум наверное до 10 человек. Поэтому работа с такой группой подгруппой мне кажется никак не должна вызывать какие-то проблемы. Это не 23 человека в бассейне, а всего лишь 6, 8, 10 человек в бассейне. И вы как инструктор по плаванию должны спокойно работать с такой группой. И здесь вопросов никаких не должно быть. Потому что реально 8 человек в бассейне вы вместе с ними дать им упражнения, которые у нас есть по программе федеральной, там их несколько, добавить еще своих каких-то. Я думаю, что работа в бассейне здесь не должна вызывать проблем по организации занятия самого. если вопрос задаете воспитатель находится в бассейне, а вторая группа где? Ну, как я слышал уже, то в принципе детки второй подгруппы сидят у себя в группе, там есть помощник воспитателя, в этот момент дети занимаются самостоятельной деятельностью, кто-то рисует, кто-то играет, дальше те детки, которые у нас занимались воспитателями, они помылись, обсушились, воспитатель их ведет туда, вторую группу ведет, те остались в группе, потому что на улицу нельзя выйти по Санпину в течение 50 минут после бассейна, а вторая группа пошла заниматься, ну, наверное, как-то так, если я правильно вас понял. Я знаю один, между прочим, такой интересный был, хороший, классный опыт, по-моему, Курск, значит, у них там было хитро так сделано, смотрите, как они делали, значит, первая подгруппа как бы делает занятие сначала на суше, да, в зале, и дальше идет в бассейн, вторая подгруппа идет в зал, тоже работает, те в бассейне, те из бассейна выходят, и эти из зала идут в бассейн, и так они как бы решали сразу же вопрос того, что два занятия сразу же проводили в день, конечно, это не очень правильно, в том плане, что нагрузка у детей большая, но с другой стороны, они как бы делали сухую разминку, да, и дальше уходили в бассейн, вот здесь как-то такой вариант был тоже, я слышал где-то, поэтому разные варианты есть, так, еще, пожалуйста, вопросы, так, пока думайте, еще раз, вот, очень много вопросов приходит, говорят, закончились курсы, а удостоверения нет, напоминаю вам, что в течение месяца вы удостоверение должны получить приблизительно где-то через недельку две вы должны получить на почту письмо от университета, это письмо отправляется всем сразу, и поэтому оно может попасть не точно к вам в почту, а в спам, поэтому контролируйте и такую почту, и спам, если вы увидели это письмо, там вам дается алгоритм получения, вы на него отвечаете на это письмо, и дальше наши менеджеры и отдел писем отправляет вам удостоверение, если все-таки не там, не там, не нашли этого письма, бывает такое, вообще не пришло письмо, через пару недель после итогового тестирования отправляете сразу, есть там координаты в личном кабинете и при регистрации технической поддержки, прямо туда пишите звоночек туда и говорите, вот две недели назад мы закончили курсы, а письмо для того, чтобы получить удостоверение не приходило, и тогда вам сразу же будут отвечать ребята, которые занимаются именно рассылкой удостоверений, я рассылкой удостоверений не занимаюсь, сразу скажу вам, но сам процесс очень простой, ждем письмо после итоговой аттестации, дальше пишем заявление на то, чтобы вам отправили правильный адрес написать, и дальше ждете это удостоверение. Так, вопросы еще пожалуйста ко мне. Если вопросов нет, уважаемые коллеги, спасибо, что вы приняли участие в курсах повышения квалификации, надеюсь, что они были полезны, кто-то увидел чуть-чуть с другой стороны физическое развитие, кто-то сказал, ну все это я знал, но вспомнил, будем так говорить, кто-то что-то новенькое услышал, я думаю, что мы поработали достаточно неплохо, всем еще раз спасибо, жду, что 24 вы все пройдете итоговое тестирование успешно и получите удостоверение государственного образца о повышении квалификации, всем еще раз удачи, спасибо, процветания, всем всего самого хорошего.